Снова распаковываем старый киндер сюрприз, на этот раз у нас две упаковки из шести, это Astrix 50 лет из 2010 года и Дуэль на кухне, такие вот поросяты. Очень хотелось бы собрать всю эту коллекцию, не видел я до этого, до первого обзора, вернее, до первой распаковки такой же упаковки, где-то год назад, 2011 года, ну, уже такие упаковки мы распаковывали по отдельности, теперь еще у меня две вот появилось, распакуем их вместе и хотелось бы обе коллекции, конечно, когда-нибудь собрать. 50 лет Astrix, такая вот классная упаковка из шести киндеров с двумя гарантированными игрушками, она же у нас здесь как, видите, как диорама такая небольшая, собственно, со всей коллекции представлены игрушки и давайте, да, давайте распакуем, посмотрим, может какие-нибудь недостающие нам Astrix попадутся. И так, высыпаем все шесть киндер-сюрпризов, уже очень много лет, конечно, не пролежали, ну, и вот, наконец-то, в упаковках, наконец-то, мы их сегодня распакуем. Итак, серия Astrix, юбилейная, 50 лет, ну, в 2010-м еще были классные сборки, поэтому, надеюсь, сегодня там что-то симпатичное попадется и в сборках, где-то в 2011-2012 начался кошмар со сборками киндер-сюрпиза. Итак, открываем первый у нас киндер, и здесь у нас, да, вот такой вот водный пистолет, который слайденок, ну, и так, неплохая сборка. Посмотрим на вклады, сколько у нас здесь всего игрушек, это еще не на Тунц, на Тунц у нас еще не было в 2010-м, но, возможно, это Nature, да, такой предвестник был на Тунцах, серия, нет, просто Тиндер Зо, да, еще раньше был, чем Nature, да, в 2010-м году, Nature, наверное, в 2011-м появился и на Тунцах уже. 12-м где-то. Так, кто нам тут попадется в нем? Так, две должного у нас коллекционных игрушек попасться в этой упаковке. Так, надеюсь, что киндер ничего не перепутал. Итак, здесь у нас попадается такая вот обезьянка, вот она уже, наверное, с серии Nature, все-таки, да, или тоже ZO. Да, киндер Зо тоже, вот, первая коллекция на Тунц, такая вот обезьянка-печать, поскольку она у нас в пакетике была, то, скорее всего, еще работает. Так, еще можно поставить печать, воздух сюда не прошел, несмотря на то, что столько лет прошло. Так, ну и давайте такую классную обезьянку, симпатичная печать. Можно сразу же проверить, работает она еще или нет. И обезьянка, да, работает отлично печать. Так, вот мордочка обезьянки у нас здесь попадается. Ну что ж, неплохо. Идем дальше. Следующий открываем. Так, третий киндер на сегодня. Да, видите, шоколад совсем испортился с годами. Так, и внутри у нас... Так, неужели киндер игрушка? Да, коллекционная. Нет, не коллекционная. Точно. Это была классная тоже серия сбора, где у нас такие животные, детективы. И еще у нас такой листик, да, где нам можно было найти, надо 40, например, костей от рыбки. Так, где у нас сам вкладыш? А в этом вкладыш у нас, собственно, и здесь у нас много этих животных с лупами. Тоже было бы здорово, когда-нибудь всю коллекцию собрать. Да, у нас очень много этих детективов, животных. И сегодня у нас кот попадается. Так, кот, детектив с лупой. Очень классно сделаны. Можно, в принципе, и коллекционной серии было бы отнести. Плащ у него сзади. И, собственно, лупа, которая ищет. Ищет, например, кости на бумажках. Вот так тут работает. И можно увеличивать. И смотреть, где же у нас эти кости потерялись. Да, ну, сама очень симпатичная сборка. Так, три сборки попалась. Еще одна сборка, где коллекционных игрушек должно попасться. Если киндер ничего не напутал. Так, открываем. Следующий у нас киндер. Ох, так. Что-то тут совсем плохо открывается. Видите, раньше была фольга. Зовем это не по центру. Ух ты, темная капсула. Вообще, в Германии только недавно остались темные капсулы в коллекционных киндерах. Ну, вот видите, это у нас коробка. Нет, это тоже немецкая коробка. Да, видимо, последние вот годы, по крайней мере, когда канал наш появился, 17-го где-то года, не было темных капсул. Все игрушки были в обычных капсулах. Ну что ж, обелиск попадается. Обеликс. Очень классная, смотри, такая серия. Тоже раскрашена вручную. Написано на сверху слева. Ну и здорово было бы, конечно же, собрать когда-нибудь всю коллекцию. Ни одной коллекции ни Астриксов нету полной. Ну, надеюсь, что когда-нибудь ее соберу. Итак, вот он наш обелиск. Очень популярные, конечно, комиксы Астрикса, особенно во Франции, на родине. Вот когда-то недавно у нас был Happy Meal, где целых 50 игрушек было. Или что-то такое. Очень большое количество. И да, было прям популярно их собирать. Итак, давайте соберем нашего обелиска. Вот оно. Да, есть. Ну и вот такой красавец. Здорово. У нас еще Астрикс попался. Не помню, выдался ли обелиск, но для этого, по-моему, нет. Надо посмотреть. Да, может быть, уже приблизился к тому, чтобы собрать всю коллекцию. Итак, следующий открываем. Следующий киндер сюрприз. Здесь у нас, смотрим. Так, здесь у нас снова сборка попадается. И такая сборка нам уже частенько до этого попадалась. Посмотрим. Так, у нас такой какой-то серфингист на пляже. Медуза-серфингист. Да, есть разные у нас в этой коллекции игрушки. Но тоже очень симпатичная коллекция. И когда-нибудь ее неплохо было бы собрать. Вот у нас Медуза на серфинге. Неплохая была сборка в 2010 году. И не знаю, что случилось в 2011 году, когда все эти ужасные самолетики и другие такие непонятные игрушки стали появляться. Тиндер пытался сделать большие игрушки, засунуть в капсулу. Но все они, конечно, были ужасные. Итак, последний киндер. Да, коллекционная. Пиздорово, сегодня Астрикс попался бы в этой капсуле. А-а-а, как будто бы, как будто бы. Нет, не Астрикс, какой-то другой попадается. Так. Ну, по-моему, тоже не было у меня еще его в прошлом выпуске, когда распаковывали. Итак, вот она. Кто это у нас такой попадается? Коста Браво попадается. И еще у него здесь, так, шлем. Так. Вот она. Итак, какой у нас Коста Браво со шлемом викинга. Вторая игрушка коллекции. Тоже не помню эту игрушку. Так. Проверим. Может уже и удалось всю коллекцию собрать. Переходим ко второй коллекции. Это у нас дуэль на кухне. Такие вот поросята. Тоже очень классная коллекция была. Как-то прошла она мимо меня. Никогда я вот этого не видела. До распаковки нашей первой. Здесь тоже у нас есть диорама. Можно открыть. И здесь такие вот у нас есть добрые поросята. И не очень добрые поросята. И это дуэль на кухне как раз между ними. Так. Посмотрим, кто нам сегодня попадется. Так. Тоже здесь у нас по три киндера. Это две упаковки с одной гарантированной игрушкой. Это здесь у нас все гарантировано киндера. И так. Распаковываем. Так. Первый киндер сюрприз сразу же. Так. О. Не так плохо кстати снаружи. Видите выглядит шкалат. Внутри конечно потом не уже. Так. Ну посмотрим. Ух ты! Какой у нас красавчик. Крот. И тоже это у нас наверное предвестик на Тунцам. Так. Посмотрим. Что это уже серия. Или это уже был Nature возможно. Да. Эта серия на год позже. Да. Вот он Nature как раз. Собственно который в следующем году. Год позже стал на Тунц. Такой классный у нас Крот попадается. Симпатяшка. И нет у нас тоже этой коллекции всей. Хотелось бы. Хотелось бы все коллекции на Тунц когда-нибудь собрать. И так. Следующий открываем. Так. И здесь у нас. Смотрим. А здесь у нас. Вот она коллекционная игрушка. Наши поросята. И вот. Такая конечно классная коллекция. Я не видел ее тогда в магазинах. Как-то мимо меня она прошла. Да. Дуэль на кухне. Вот у нас как раз такой вот шеф-повар. Так. Он у нас относится к хорошим поросятам. Так. И он у нас показывает как раз блюдо, которое он приготовил. Симпатично тоже она получилась. Эта коллекция. Да. Очень классно. И когда-нибудь ее надеюсь все-таки соберу. Такая вот у нас красота попадается. Так. А следующий открываем киндар. Еще одна коллекционная должна попасться из этой коллекции. Так. Открываем. Ох. Прям как он хрустнул. Как новый. Так. Достаем капсулу. И смотрим что у нас здесь попадется. И так. Снова наверно Тунц. Да. Натунц. Которые у нас животные такие бархатные. Поэтому в пакетике. Ну не совсем Натунца Nature. А. Собственно это с той же самой коллекции. Где Крот у нас. Да. У него пузико видимо. У этого енота. Наверное. Мягкое такое. Поэтому его в пакет положили. Ну что ж. Здорово смотрите. Вторая игрушка. Из Натунца у нас попадается. В упаковке из 6. И это и вот такой вот классный. Енотик. С мягким. С мягким животом. Так. Идем дальше. Следующий открываем. Индер. Так. И здесь у нас. Так. Здесь у нас второй поросенок. Да. Второй поросенок. Да. Теперь уже темный поросенок. Не знаю. Добрый зло. Но вот. Такое у нас. Так. Такое у нас разделение. В этой коллекции. Дуэт поросят. И темный у нас поросенок. Их у нас правда всего 4. На одного он меньше. Хотя такие уж прямо они не выглядят. Вилли чили у нас попадается. Он просто чили соус и насыпает. Так. Так. Такое вот свое блюдо. Тоже очень красивое. Коллекционная игрушка. Очень красивая коллекция. Не знаю. Почему она мимо меня прошла. Такой у нас классный поросенок попадается. Чили поросенок. И не было, по-моему, прошлой распаковки. Такой же упаковки этих двух поросят. Надо посмотреть. Да. Вблизимся мы к тому, чтобы всю коллекцию когда-нибудь. Наконец-то собрать. Так. Следующий киндер открываем. Здесь у нас должны быть две сборки. Может быть еще какие-нибудь Натун сборки попадутся. Так. Открываем. Да. Натун. Супер. Прям классная закладка в этих упаковках из 6. И снова Натун с у нас. И снова. Так. Белочка у нас с животом. Да. Мягким. Такая вот. Белочка симпатичная. Смотрите. Три уже игрушки из 12 попадаются. Так. Белочка с таким симпатичным мягким животом у нас. Вау. Очень красивые были игрушки. Да. Можно это погладить. Итак. Последний киндер на сегодня. Да. Неплохая закладка была в этом выпуске. Открываем. Посмотрим. Может и еще кто-то нам интересно попадется. Ну конечно не коллекционная сборка. Итак. О. Машинка. Давно у нас не было машинок. Ну машинка так. Только что цельная. Да. С машинками как-то киндер. Кроме как вот свои коллекционные серии. Специальные. Такие как porsche или mini. В общем. Да. С машинками не очень хорошо. У киндера стало. Вот начиная где-то с 11-х годов. Старые машинки были просто супер классные. Вот у нас была серия роликов. Я 55 килограмм киндер все принял. Там было много старых машинок. Ну вот. Здесь у нас такая вот. Да. Единственное что на моторчик. Смотрите. Если ее назад оттянуть. Она поедет вперед. Что да. Что в принципе неплохо. Но сама по себе такая конечно. Очень простенькая машинка. Ну что ж. Такой была у нас распаковка двух старых коллекций. Упаковок 600 киндер сюрпризов. Очень классная коллекция. Надеюсь когда они их соберут. Ставьте лайки. Пишите на канал. И всем спасибо. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.